Справедливое государство, единая нация, благополучное общество. Три кита, составляющие рождения Нового Казахстана. Президентам затронуты основные проблемы, требующие решения. Для этого главой государства поставлен ряд задач. Для дальнейшего укрепления государственности необходима сплоченность. По словам главы правительства, единство народа всегда было самой главной ценностью, которая сегодня приобретает еще большее значение. Народ всегда оставил превыше всего мир и стабильность. Поэтому важно прекратить сеть взаимное недоверие и вносить раздор в общество. Люди – главная ценность нашей страны. Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ. Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего. Очевидно, что весь комплекс накоптившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированные государством и страховой пакеты. Главой государства отмечено упущение в медицинской сфере, констатация отсутствия страховой модели. Необходимо запустить систему добровольного медицинского страхования. В послании, озвученном нашим президентом, мы видим большие хорошие моменты для всех граждан страны. Это не только мое мнение, так считают все мои родные, коллеги и друзья. Во-первых, сократился пенсионный возраст, что особенно радует. И вообще, если говорить, то все инициативы делаются только для народа. Если народ будет счастлив, мы все будем счастливы. Кроме того, получит развитие телемедицина. Она откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов. Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения необходимо последовательно осовершенствовать систему подготовки врачей. Будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации. В целом, по посланию президента, в сентябре текущего года высказал много замечательных идей для будущего нашей страны. Одним из наиболее эффективных являются стратегические инвестиции в будущее нашей страны третьего направления. То есть, будущее нашей страны — это молодежь, которая, по моему личному мнению, удобна как для нашей работы, так и для нас, когда у нас есть молодежь. Конечно, с самого начала, то есть с того момента, когда уже сформировалась склонность к жизни, нам необходимо создать множество условий для того, чтобы они стали личностью определенной ориентации, определенной собственной личности в будущем. Как отметил глава государства, все должны были полностью адаптироваться по своей специальности и знать все тонкости. По этой причине в настоящее время делается много работы. Из Национального фонда на каждого рожденного ребенка до 18 лет с 2024 года будет поступать определенная сумма средств. Это очень большая инвестиция в их будущее. И когда им исполнится 18 лет, у них уже будет большой стартовый капитал для приобретения жилья или продолжения своего обучения. Кроме того, президентом страны отмечено последовательное доверие минимальной базовой ставки пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную до 120. Это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов. Предлагаемые главой государства меры позволят повысить эффективность системы социальной защиты граждан и сделают общество более гармоничным и справедливым. Поправки в Конституцию, принятые на общенациональном референдуме, стали символом справедливого Казахстана. Нужно обратить самое пристальное внимание на вопросы местного самоуправления, переформатирования деятельности общественных советов КСК ОСИ. Предстоит заняться обустройством жилых домов и инфраструктурой городов. Их внешний вид и функционирование внутренней инфраструктуры не отвечает ожиданиям граждан, а, честно сказать, дискредитирует страну в глазах иностранцев. Согласно посланию президента, изменения и внедренные инициативы станут большим шагом в построении современного Казахстана. Важным аспектом послания стала необходимость решительных мер для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. Нужно урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года, сказал президент. Для этого глава государства предложено применение легализации в разовом порядке, единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку. Я думаю, что Хасмиджамар Тукаев в первую очередь, когда начал реформу, он сказал, что мы должны защищать бизнес, малый, средний бизнес, оградить бизнес от чрезмерных больших проверок, каких-то опек и так далее. То есть бизнес должны проверять только налоговые, ревизионные комиссии, перед ними должны только отчитаться, а излишние проверки или вмешательства в дела бизнеса, они будут ответственны и своего караться законом. Вот этот момент. И второй момент, второе предложение. Он тут же дал задание правительству о том, чтобы на ближайшие пять лет подготовить законопроект о развитии села, аула. Так и он отметил аул, аул халктынгбесыга, ельтынгбесыга. То есть аул, село, деревня, это колыбель народа. Поэтому, конечно, мы знаем, что в сельской местности проживает в данное время около 40% населения всей республики. Есть проблемы в сфере аграрного сектора села. Это дороги, это плохой интернет, например, и так далее. Поэтому я думаю, что это приоритетная задача развития села, аула. Конечно, мы это будем поддерживать. Следующий момент, следующее предложение. Вот преобразование бывшего счетного комитета, аудитовскую палату. Теперь, как я понял, президент дает большие полномочия для аудитовской палаты. Она не только будет следить за исполнением государственного бюджета, за тратой бюджетных денег, но и аудитовская палата два раза в год будет отчитываться перед парламентом. Перед парламентом. Вот проделанная работа. Это большая особенность, в отличие от счетного комитета. Ну и, конечно, раз перед мажористом будет отчитываться, это усиливает роль ответственности и мажориста. Это тоже хорошо, я думаю, что. Следующий момент, конечно, Хасмиджимар Кемилович Тухаев уделяет особое внимание социальному сектору. То есть, он предложил, надо поднять статус педагога, медиков, дошкольных работников, сферы представителей культуры. Те реформы, которые они начались, мы должны дальше развивать, дальше продолжать. Президент так и отметил, что эйфория выборов, она проходит, она должна пройти. Теперь наступает время именно работы, наступает время для труда, наступает время для того, чтобы мы реализовали эти реформы. В сентябре 2022 года было озвучено, оглашено данное послание, и одним из направлений является закон и порядок. Данные реформы необходимы были. Прежде всего, как говорит великий мыслитель Конфуции, неважно, с какой скоростью ты двигаешься, а важно, куда ты двигаешься и ориентирован ли на цели. Главное не останавливаться. То есть в данном случае реформа судебной системы необходима была в данный момент. Кроме того, любое правовое государство в период становления претепевает свои метаморфозы. Прежде всего, метаморфозы связаны с тем, что регулируются нормативно-правовые акты, издаются законы. Кроме того, в самой судебной системе должно быть изменение. Почему? Потому что раньше была советская система, были советские каноны. Кроме того, в нашей судебной системе существует такое понятие, как правоприменительная практика. И многие, допустим, суди на районных уровнях ориентируются на областных судей. И, соответственно, в момент того, что главный принцип Конституции, когда судья при отправлении правосудия независим и подчиняется закону и Конституции, который был оглашен Конституцией в статье 77-й, имеет некоторую зажатость в плане того, что судьи боятся отмены своих судебных актов. Казахстан, как правовое государство, применяет континентальное право. Континентальное право является для нас более существующим, так как прецеденты, как в зарубежной практике, они неприменимы и недопустимы. Почему? Потому что некоторые отрасли права у нас постоянно видоизменяются. В частности, внедрение с прошлого года у нас административно-процедурно-працевальный кодекс исследуется. Административно-працедурно-працевальный кодекс уже в самой законодательстве, в самой право применительной практики уже претерпевало и, кроме того, повлиял положительную тенденцию для законных интересов наших граждан. То есть, если раньше действия ГУ были догмой, то сейчас именно административная юстиция, то есть, судей административной юстиции уже могут отменять соответствующие решения государственных органов и положительно влиять на защиту законных интересов граждан и юридических лиц. В рамках года детей в приоритете забота о малышах. В частности, президентам поручено создать национальный фонд для детей. Собранный в фонд деньги ребенок сможет потратить на жилье или учебу после совершеннолетия. 50% годового инвестиционного дохода национального фонда направляется на специальный накопительный счет без права досрочного снятия до достижения детьми 18 лет. Хорошая инициатива окажет большое влияние на формирование подрастающего поколения. Особый интерес у населения в послании президента от 1 сентября вызвало изменения связанные с медициной и образованием. В будущем году будет введено добровольное медицинское страхование. Также будет начато строительство медицинских пунктов в ряде сел в нашей республике. Сегодня мы как депутаты очень часто сталкиваемся с такой проблемой при выезде в населенный пункт отдаленно сельского округа. Особенно опорные села к сожалению не хватает материально-технической базы в медицинских пунктах. Ну и конечно же требуется капитальный ремонт. Также необходимо обновлять технический парк автомобильный. Также особо хотел бы отметить немаловажное направление главы государства. То есть мы затрагиваем образование. Мы же знаем, что дошкольное образование сегодня у нас тоже есть определенные проблемы. Это трехсменка, это состояние школ, которым уже более чем 40-50 лет. В целом запланирован ряд мероприятий по строительству новых школ, капитальному ремонту существующих. Также будут введены для наших школьников ваучеры. Это тоже очень хорошее подспорье для наших учеников. Для пенсионной реформы мы же знаем, что снизили планку. Наши женщины очень положительно отреагировали на данное снижение. Пенсионный возраст теперь будет 61 год. Хотел бы отметить, что в нашем регионе в рамках послания главы государства на 2023-2024 год запланирован ряд мероприятий. Мы буквально недавно на сессии областного масляхата утверждали бюджет. То есть это будет строительство школ, строительство общежитий, капитальный ремонт, текучий ремонт школ. У нас есть план по снижению трехсменки. Я думаю, я даже уверен, что мы его достигнем. Средства необходимые имеются. То, что касается строительства в ряде населенных пунктов медицинских, акушерских пунктов, то в данном направлении тоже уже выделены средства. Со следующего года начнутся определяться подрядчики и будут уже начинаться строительства. То есть сегодня послание главы государства у нас на контроле. Глава региона нашего Акмолинского области сам лично держит на контроле данное послание и реализация послания. Мы, как депутаты, конечно же, будем выезжать, смотреть, контролировать ход реализации данных объектов, исполнения нашего бюджета областного. Соответственно, сегодня хотел бы отметить, что положительные отклики мы слышим от нашего населения по реализации послания в Рогосар. То, что сказано, уже начинается делать. Ежегодно глава государства выступает с посланием народу Казахстана. Последнее послание состоялось 1 сентября 2022 года. Было очень много положительных моментов, которые направлены на развитие и улучшение благосостояния казахстанского общества. Все инициативы, реализуемые главой государства, я поддерживаю. Очень понравилась реформа об увеличении минимальной заработной платы и уменьшении пенсионного возраста. В единстве и согласии сможем построить новое государство. Это наше главное достижение. Укреплен дух нации, заложен прочный фундамент для развития. Благодаря стабильности в обществе Казахстан вышел на путь устойчивого прогресса. Мы вместе строим сильное государство. Для каждого важно, чтобы все ощущали плоды независимости, главный из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова